Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео хочу показать бесплатный, крайне полезный плагин для WordPress для организации папок в Media Manager. Если вы загружаете много изображений и хотите их структурировать по папкам, то этот плагин, я думаю, вам подойдет. Вот сейчас перед вами открыта страница разработчика, точнее конкретный плагин названия его, его иконка. Найти его можете по этому названию в репозитории. Или на своем сайте я оставлю в соответствующей статье ссылку на этот плагин. Соответственно, если это видео смотрите с YouTube или других площадок, ссылка будет на мой сайт в описании. Итак, на моем тестовом сайте я его уже установил. Вот он, вот так вот выглядит здесь в плагинах. Здесь я нажимаю управление плагинами. Сразу изначально плагин уже существующие изображения, которые вот у меня здесь находятся, он уже залил их, то есть по датам. У меня были даты, то есть вот эти папки, они сформированы были, кроме вот папки demo, нижние это я создавал. Но вот эти все папки, они сформированы автоматически. Если вы только начинаете делать свой сайт, у вас также, допустим, есть какие-то изображения за разные дни, залитые сюда, то у вас тоже будет разбито на разные папки. То есть вот уже плагин работает, то есть я могу просто переходить. Это дата, это название папки по сути. Ну и соответственно вы можете свои папки создавать со своими названиями. Так вот, если вы только начинаете и вам не нравятся вот эти названия, здесь есть небольшие недостатки. Нельзя редактировать папки из админки, да, можем только создавать. Соответственно, если вы хотите полный порядок, то вы через хостинг можете зайти. Вот расположение. Вы можете видеть ваш сайт, дальше vp-контент, папка uploads. И дальше пойдут названия папок сформированы автоматически. То есть их просто через хостинг зайдите в меди-менеджер, удалите. Вот теперь касаемо настроек. Здесь получается, у нас есть наверху вот такие настройки. Здесь вы можете перечислить папки, которые вы не хотите отображать. Следующая. Можно создать здесь папку, точнее вы здесь ее и создаете. Давай сейчас протестируем. И нажать птичку назначить папку для загрузки. То есть автоматически, чтобы все изображения попадали в созданную папку. Но в дальнейшем вы можете фотографии внутри в админке структурировать по папкам. Мы сейчас это и посмотрим. Давайте создадим какую-нибудь папку. Насчет русских названий папок. Вот я создал папку demo, не уверен, хорошо ли это. Поэтому, наверное, лучше создавать английскими буквами. Вот, допустим, будет папка test1. Назначать я ее не буду. Здесь нажимаем, видите, кнопку ниже, сохранить изменения. Все, мы папку создали. Пока в папке нету изображений, папку test1 я не вижу. Сейчас мы с вами загрузим. Следующие настройки. Папка загрузки, которая будет отображаться в панели администратора. Пускай будут вот эти две папки, которые я создал. Дальше некая опция с датами. Обновить для применения текущих дат и времени. Вторая у нас опция недоступна. Это платная вещь. То есть у нас плагин условно бесплатный. Вот он тоже, видите, здесь мы не можем ничего выбирать. Вот, допустим, видите, купить ссылка. То есть некая опция здесь будет у нас платная. Дальше журналы и инициализация. Вот можете прочитать, в каких случаях нужно нажимать на кнопку инициализации. Также это было видно вот здесь вот. После этого обновления вы выполните инициализацию. Нажать вот на эту кнопку буквально надо и все. В целом у нас, по сути, плагин работает из коробки. Давайте вот теперь наглядно. Я загружаю изображение с компьютера. Вот я загружу, допустим, тигров и медведя. Изображения у нас загружены. Здесь мы можем посмотреть на демо. Я до этого создавал папку демо и назначил ее, чтобы все изображения, вновь загруженные, попадали в папку демо. То есть вот я просто уже сортирую, видите, я выбираю папку и вот все фотографии, которые были залиты туда. Допустим, я хочу упорядочить. Вот я могу птичками зажать изображение, которое... Давайте вот эти вот еще с цветами цветные зальем. Вот здесь мы видим папку для переноса всех файлов. Вот я выбираю тест 1. Нажимаю изменить. Вот здесь я прям вижу, что уже назначен тест 1. Нажимаем обновить и видим, обновлено 7 медиафайлов. Я могу увидеть папку тест 1, нажать фильтр и увидеть изображение, которое здесь вот находится, прямо здесь. Соответственно, если у вас вот здесь вот много папок, очень много, да? Давайте вот выберем все папки. То вы можете искать по названию папки. Просто папка здесь пустая. Вот тест выберу. Даже один не подставляю, он определил. Показывает все изображения, которые относятся к этой папке. То есть это что-то фильтрации. Там также можно из-за даты это все отфильтровать. Соответственно, вот наш классический медиа-менеджер WordPress. Вот наши все файлы. Допустим, я хочу увидеть фотографии. То есть это крайне удобно, которые были залиты там несколько лет назад. Но я помню название папки, да? Я просто ее нажимаю, и они все передо мной. И эти фотографии я также могу там альты поменять, уже редактировать. То есть это уже настройки касательно самого WordPress. То есть вот эта опция, ну, просто крайне удобна. Конечно же, это должно быть, на мой взгляд, в ядре WordPress. Вот такие вот опции. Но, к сожалению, их нет. Но вот можем плагином это расширить. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Я на этом с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов. Если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Услуга. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok